В шести европейских странах с общим населением в 450 миллионов человек более 370 тысяч смертей в 2004 году были связаны с тромбозом, с легочным тромбозом. Согласно оценкам, выполненным на основе эпидемиологической модели, 34% пациентов умерли внезапно или в течение нескольких часов, 59% больных с легочной эмболией как причина смерти была диагностирована посмертно, и только лишь у 7% умерших диагноз легочной эмболии был поставлен правильно при жизни. Факторы риска. Я думаю, сильно на них заострять внимание не будем, вы все их прекрасно знаете. Они подразделяются на три типа. Должны выделить следующее. Это прием оральных контрацептивов, само собой, и малая мобильность пациентов, госпитализация по причине сердечной недостаточности, обширная травма, инфаркт миокарда и ранее перенесенные уже тромбозы легочных артерий либо тромбозы вен нижних конечностей. При оценке, при подозрении у пациентов на тромбоэмболии легочной артерии оцениваются две шкалы основные. Это Женева, пересмотренная шкала клинической оценки вероятности легочной эмболии и шкала оценки ПЭСИ, которая подразделяет пациентов по классам тяжести и по степеням тяжести тромбоэмболии легочной артерии. Ну и начнем, собственно говоря, с лечения. Прежде всего, это респираторная поддержка. Она должна быть не совсем агрессивной, чтобы не ухудшить прогноз пациента. И ступенчатый подход. Фармакотерапия, острая недостаточность правого желудочка. Эта инфузия должна проводиться аккуратно около 500 мл физиологического раствора в течение 20 минут. При неэффективности подключения инотропной поддержки, которая повышает сократимость правого желудочка, в том числе и снижает давление наполнения. И механическая поддержка, к сожалению, в наших условиях невозможна. И следует еще отметить такой момент, что сердечно-легочная реанимация у пациентов с подозрением либо с выставленным диагнозом на тромбоэмболии легочной артерии должна продолжаться не менее 60 минут. То есть не 30 минут, как у всех. Тут представлен алгоритм по оценке пациентов, по сертификации их риска. Низкий риск тромбоэмболии с низкими баллами по пессе. Ранее выписка лечения в амбулаторных условиях. И, собственно говоря, высокий риск – это у нас мы должны рассматривать уже тромболизис как спасительный элемент, момент. В диагностике тромбоэмболии легочной артерии эхокардиография должна играть ведущую роль. Поэтому я считаю, ну и мне так кажется, что мы все с вами специалисты по кардиологии должны в свою практику постепенно внедрять в том числе фаст-протоколы по эхо-КГ. Либо учиться проводить УЗИ сердца. Без этого дальше, я думаю, никуда. Постепенно все к этому идет. И, собственно говоря, при тромбоэмболии мы отмечаем расширение полости правого желудочка, соотношение правого желудочка к левому более одной. Д-образная конфигурация левого желудочка при коротком сечении. Повышение диаметра нижней полы вены. Регургитация на клапане трикоспидальном, которая позволяет рассчитывать давление в легочной артерии. Пиковый систолический градиент мини-60 должен быть. Мы также можем увидеть подвижные тромботические массы в правых камерах. Также можем увидеть тромботические массы иногда и в легочной артерии, в самой, на УЗИ сердца. Ну и, собственно говоря, если у нас пациент подразделяется высокому риску, там кардио-пульмональный шок, мы рассматриваем системный тромболизис у ТЭЛа высокого риска. Противопоказания относительно абсолютно не точно такие же, везде одинаковые. Единственное, что мы должны рассматривать у пациента, если он ранее принимал антикоагулянты, мы все равно должны рассматривать применение тромболитической терапии, несмотря на это. Плановая антикоагулянтная терапия подразделяется на парентеральные и пероральные. Это тоже везде прекрасно есть. И следует отметить, что класс доказательности 2А у пациентов мы должны рассматривать пролонгированную антикоагулянтную терапию спустя 3 месяца. То есть можем рассмотреть и желательно рассмотреть, особенно если это повторный эпизод легочной эмболии. И можем пролагировать в более низких дозах в дальнейшем и оставлять на более длительный, отдаленный, неопределенно долгий период. Поступает женщина 56 лет, ростом 160, весом 90. То есть у нас уже имеется избыточная масса тела, как фактор риска. Вызов скорой помощи. Ее родственник, муж, осуществил 18-13, 15 апреля. Повод к вызову. Лежит на кухне, на полу, задыхается. Приезд СМП. Пациентка цианатична, влажный и холодный пот, ЧДД высокое, давление, но еще держит, низковатое, пульс высокий, глюкоза 6 ммоль, чувство страха, смерти, одышка в покое, потливость, боль в груди. На этапе СМП записывается ЭКГ. Скоро интерпретируется как ОКС без подъема сегмента СТ. Дается морфин, гепарин, и тут же после морфина гепарина она роняет давление. Давление 70 на 30. Подключена скорая помощь инотропная поддержка, дофамин. Аспирин дан, клопидогрел дан. Осуществлен вызов в региональный суицентр номер 2. Бригада предупредила, чтобы принимали вместе с реаниматологом. И, собственно говоря, диагноз ОКС без подъема, кардиогенный шок, тела под вопросом, доставлен в приемный покой ГБ-2. Обратите внимание на время. Муж вызвал в 18.13, скорая приехала в 18.26, выехала с места в 18.39. Я считаю, что это очень идеально, очень достойно. И просто специалистам скорой помощи низкий поклон. Далее. Бригада СМП встречена при заезде в приемный покой. В 18.45 пациентка привезена в приемный покой. Учитывая крайнюю степень тяжести, завезена в реанимацию, минуя приемный покой, у пациентки отмечается выраженная дышка, ЧДД уже под 40, сатурация 84, выраженная потливость, приступообразный кашель. На вопрос она не отвечает, сознание у нее спутанное, чувство страха в глазах. Учитывая изменения по ЭКГ на этапе скорой помощи, первая мысль – тромбоэмболии легочной артерии, кардио-пульмональный шок. Пока идет перекладывание пациентки на функциональную кровать, подключение монитора, катетеризация вены, подключение кислорода, записи ЭКГ, быстренько пошли, собрали анамнез у скорой помощи и у мужа. Из анамнеза известно, что накануне за несколько недель отмечала небольшую ноющую боль в правой голени, в правом бедре. Особого значения этому она не придавала. Но накануне за два дня при прогулке с мужем на улице у нее возник резкий приступ одышки, потливости и приступообразного кашля. Отмечалось повышение артериального давления. Обратилась она в кабинет неотложной помощи поликлиники спустя сутки, 14 апреля. Напоминаю, что скорая привезена она 15 апреля. Врачом неотложной помощи, фельдшером, был выставлен диагноз гипертоническая болезнь, острая респираторная вирусная инфекция, назначена гипотензивная терапия. И, соответственно, была записана ЭКГ. Была записана ЭКГ, и она была интерпретирована. ЭКГ. На ЭКГ мы видим абсолютную норму. Электрическое сердце не отклонено. Никаких параметров перегрузки правых отделов сердца здесь не зарегистрировано. То есть нету ни С1, ну тут намек на С-ку есть небольшой в первом стандартном. КУ-3 нету, Т3 нету, признака косуги нету, перегрузки правого желудочка в передних грудных, признаков гипертрофии правого нету. Ну и, собственно говоря, ЭКГ была описана как условная норма, и пациентка была отпущена домой на консервативное лечение по гипертонии, по ОРВИ. В день ухудшения возвращаемся туда. Обнаружено мужем на кухне, на полу. Резкое нарастание чувства нехватки воздуха, слабость. Муж тут же вызывает скорую помощь. Возвращаемся в наш день. И вот в 18.45 пациентку мы завезли, одежду с нее срезали и записали ЭКГ. Что мы видим на ЭКГ? Характерные признаки для тромбоэмболии. Это зубец С в первом стандартном отведении, зубец Ку в третьем стандартном отведении, это зубец Т в третьем стандартном, небольшой подъем сегмента СТ в третьем стандартном отведении. Еще правый желудочек. ЭКГ признаки перегрузки еще не дошли. То есть мы не видим отрицательных глубоких Т СВ1-ПВ3, которые были бы характерны для данного момента. И обратим внимание на пульс. 130 ударов. Синусовая тахикардия. Тут же 18.50 спустя, пока привезли УЗИ аппарат, пока подключили. Ставим УЗИ датчик и видим жесткую перегрузку правых отделов объема. Правый желудочек очень широкий. Вот он превалирует над левым. Левый желудочек поджат. Вот D-образная конфигурация левого желудочка. Вот это вот, третий скан, это норма. То есть вы можете видеть, какой вот тут… Правый желудочек меньше левого, почти в два раза. А тут вот у нее вот правый желудочек прямо превалирует. Перегрузка. Отмечается расширение ствола легочной артерии 35 мм. В норме он до 30. Правый желудочек 44-45 мм. В норме он не более 30 из-за этой позиции. И, собственно говоря, эхографическая картина может соответствовать массивной тромбоэмболии легочной артерии. 18-50. 18-55. По ПЕСИ 150 баллов. Эхо-признаки дисфункции правого желудочка. Врачам-кардиологам-анестезиологам было принято решение проводить спасительную тромбоэмболитическую терапию. Альтеплаза не за два часа тут отпечатка. В ускоренном режиме за час тромбоэмболизис был проведен. 18-55. Начали проводить тромбоэмболизис. 20-00. Спустя час. Как раз к моменту окончания тромбоэмболитической терапии. Что мы видим? Мы видим положительную динамику. Зубец С в первом стандартном ушел практически. Из 130 ударов 96 ударов тахикардия небольшая. Кушечка в третьем ушла. Ну а появилась Тэшка в третьем более глубокая ВВФ. Но ЭКГ, можно сказать, положительная динамика. Вторые сутки госпитализации. 17 апреля проведено контрольное эхо-кардиографическое исследование. Пациентка уже переведена в обычное отделение. Стандартное отделение кардиологии. И по эхо абсолютная норма, характерная для ее возраста. То есть никаких признаков перегрузки правых отделов, ни легочной гипертензии уже зарегистрировано не было. Только на четвертые сутки госпитализации была проведена МСКТ ангиопульмонография, которая выявила такую достаточно страшную картину. Вот это легочная артерия, вот ствол. Вот бифуркация легочной артерии на ветви. Правая ветвь, левая ветвь. Тут виден тромб. Тромб в устье правой легочной артерии и тромб в устье левой легочной артерии. Практически полностью перекрывается. Но тут видны участки просветления, которые позволяли кровотоку идти более дистально. И тромб, он также сидел. Ну, тромб наездника, можно сказать, на бифуркации. Тут также представлены сагитальные проекции. Вот тромб тут представлен, вот тромб тут представлен в средних отделах. На 19 апреля проведено УЗИ вен нижних конечностей, окклюзионный тромбоз притока большой подкожной вены верхней трети правой голени. Выписка из стационара на 11-й сутки госпитализации. Был рекомендован прием ревороксабана в дозе 15 мг 2 раза в сутки на протяжении 3 месяцев с последующей коррекцией дозы лечащим врачом по месту жительства. В нашем стационаре представлен протокол проведения тромболитической терапии и вообще лечения тромбоэмболии легочной артерии на четырех страницах, где согласно последним рекомендациям европейским 2019 года, где очень удобно протестировать пациента по шкалам, тут же принять решение неотложное, тут же подписать все консилиум и провести ТЭЛу, либо назначить консервативную терапию. Кому надо этот протокол, я могу отослать на электронную почту, и вы его спокойно можете поменять. Шапочку вместо городской больницы номер 2 написать городская. Третье, первое, пятое, ЦРБ и, собственно говоря, лечить таких пациентов, стратифицировать риск. Что еще про тромбоэмболию легочной артерии? Хотел сказать, в последнее время как-то, ну, понятное дело, это не статистически, но чисто так замечаем большую тенденцию увеличения частоты тромбоэмболии легочной артерии. С чем это связано? Может быть, это не истина, кто знает, но может быть, это постковидные дела все-таки микроваскулопатии, какие-либо, в том числе, венозные, предрасполагают повышение частоты тромбоэмболии легочной артерии. Ну, по ТЭЛу у меня все. И хотелось бы анонсировать на следующее кардиочтение, буквально вот свежий кейс. Это пациентка 47 лет, которая поступила по дежурству позавчера по УЗИ идиопатическая легочная артериальная гипертензия. Она уже наблюдается около полутора месяцев, ходит по врачам, госпитализируется. Исключалась ей тромбоэмболия легочной артерии, тромбоэмболия путем МСКТ, пульмонографии исключена. Вот ее диагноз такой. И что мы видим? Мы видим на эхокардиографии в правых отделах, они очень расширены, точно так же, как при массивной тромбоэмболии. И пиковый градиент трикоспидальной регургитации 130. 130 – это очень высокий. Это лишь пиковый градиент регургитации между правым предсердием и правым желудочком. Добавляем к нему давление в правом предсердии. Это 20 мм в ее случае. И пиковое систолическое давление в легочной артерии у нее составляет 150. Ну и возраст 47 лет у женщин примерно в этом возрасте дебютирует данное заболевание – диапатическая легочная артериальная гипертензия. Вот ее ЭКГ. ЭКГ – картина очень характерная. Перегрузка правых отделов. Электрическое сердце отклонено вправо. Имеется С1, кушечка в третьем, П-пульмонали, заостренные высокие, признак косуги, высокие зубцы РВ1, В2, отрицательные зубцы ТСВ1 по В4. Вот эта вся ЭКГ-картина характерна для перегрузки жесткой, сильной перегрузки правых отделов сердца. В настоящий момент пациентка находится на госпитализации в городской больнице номер 3. Надеюсь, она у нас с радаров не пропадет. Планируется проведение телемедицинской консультации с Иркутской областной больницей. И перевод, ну или подбор лечения дальнейшего. Посмотрим. Постараюсь, чтобы с радаров не пропало. Спасибо.